Пока главный дипломат Германии обеспокоен проблемами Украины, немецкие власти запретили в своей стране публичные выступления министров юстиции и экономики Турции. Оба чиновников в начале марта планировали провести агитацию в турецкой общине и рассказать о преимуществах новой конституционной реформы, которую планирует президент Эрдоган. Официальная причина этого запрета в целях безопасности, но эксперты убеждены, что отказ связан с арестом в Стамбуле немецкого журналиста. Его задержание спровоцировало дипломатический скандал между Германией и Турцией. В чем обвиняют этого корреспондента и что ему грозит, узнаем от Татьяны Лагуновой. Она в Берлине. Канцлер, министры и депутаты наперебой делают заявление о посол Турции в Германии и вызван для объяснений в Министерство иностранных дел. Официальный Берлин возмущенный хочет услышать, почему на самом деле арестован Денис Юджил. То, как обращаются с Денисом Юджилом, показывает, что Германия и Турция, ЕС и Турция имеют разные представления о применении основных принципов демократии и ценности свободы слова. Другие немецкие политики еще менее дипломатичны. Дело арестованного журналиста уже назвали одними из самых тяжелых испытаний для отношений Турции и Германии. Денис Юджил, корреспондент авторитетной немецкой газеты «Дивель», специализация «Турецкая политика». Родился в Германии, но имеет двойное гражданство немецкое и турецкое. В середине февраля журналистов вызвали на допрос в полицию Стамбула. Там сперва задержали, ну а потом отправили в следственный изолятор на неопределенный срок. Власти Турции обвиняют журналистов в причастности к террористической деятельности, распространении пропаганды и злоупотреблении в использовании информации. Правозащитники и оппозиционеры уверены, арестовали за неугодные статьи. В последних публикациях Юджил цитировал электронную переписку министра энергетики по совместительству зятя президента Турции Эрдогана. В обвинениях, которые ему предъявили, цитируются его статьи и сообщения в Твиттере. Призывы освободить журналиста Анкару пока не впечатлили. Дескать, все решит суд. Когда он состоится, неизвестно. Так как после попытки переворота в Турции действует режим чрезвычайного положения. В следственном изоляторе журналиста могут продержать до пяти лет. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин